Всем привет! Сегодня я расскажу всем о сборке PC Linux OS с рабочим столом X-Face. Очень такая хорошая рабочая среда, удобная. Ну, я просто сделал, как говорится, сборочку по своему вкусу. И те, кто желает, могут её, как говорится, скачать в ознакомительных целях. А дальше уже курочить, настраивать под себя. Часть программ можете удалить, часть программ можете добавить. Всё зависит от вас. Всё здесь происходит в удалении и добавлении программ через синаптик. Вот таким вот образом. Значит, я ещё раз повторюсь, что семейство PC Linux OS относится к Linux, так называемым rolling-релизам. Или самообновляющимся. По типу Arch Linux или Manjaro. То есть, единожды установив какой-то рабочий там стол, просто там через синаптик, там раз в полгода, там будете всё это дело обновлять. Вот, значок тут, галочка такой, что обновлено всё до немоги. Если будет другой, значит, пойдёте в синаптик и обновитесь. Вот и весь, как говорится, сказ. Ну и ещё одной хорошей отличительной особенностью является то, что программа может создавать копии настроенной рабочей системы. Делается это таким образом. Значит, я установил через синаптик пакет Drawlix Install. И вот, когда я завожу в терминале команду su, набирая пароль в этой сборке, он две единички, то я завожу просто команду my leave cd. И программа начинает создавать, значит, образ живой, который потом может быть записан на флешку при помощи вот этой программки, dd-copy, которая делает, значит, записывает на флешку и делает её загрузочной. И, как говорится, вперёд из песней. Что вошло, значит, в данную сборку? В данную сборку, значит, ну что, два браузера. Mozilla и Google Chrome. Раз. Дальше, значит, файловыми менеджерами здесь является Sunr. Хороший файловый менеджер. Значит, ну, если вам что-то нужно сделать в корне, то вам нужно будет в корне набрать, допустим, su, две единички, и набрать Sunr. И тогда вы сможете производить, ну, скрыть действия в корневом режиме. Здесь переход в корневой режим, не такой лёгкий, как в Linux Mint, файловыми менеджерами Memo. Там просто, когда кликаешь вот так вот, и есть вариант, значит, ну, вот такой. А здесь вот просто открыть терминал, открыть терминал. Корневой здесь. Ну, это не то, что нужно. Вот таким вот образом. Штука хорошая. Значит, ну, практически, что ещё можно тут сказать? Имеются очень хорошие гибкие настройки и внешнего вида, и диспетчера окон, предпочитаемые приложения. Вот, можете смотреть Google, утилитки там, Sunr, терминал X-Face. То есть, ну, нормально всё. Значит, окно входа в систему. Ну, я настроил, чтобы автоматом без пароля заходило всё. А так, пользователь юзер, а пароль, значит, 1.1. Ну, здесь, скорее всего, идёт автозагрузка. Да. Тут можно посмотреть, какие процессы стоят в автозагрузке. Вот таким вот образом. То есть, ну, абсолютно, так сказать, нормальное меню настроек. Ну, здесь, значит, я включил программку, значит, G-Party автоматом. Всё это понятно, значит, чтобы посмотреть размеры. Жёстких дисков и тому подобное. Вот. Вот, допустим, я сейчас нахожусь не на жёстком диске, не на разделе SD1. И я могу поэтому вот, дописать здесь LMC 17. Linux Mint 17, могу даже написать точка 2. О'кей. Так. Где здесь? Вот. Применить. И у меня, значит, вот она взяла и переименовала мне, как говорится, всё это дело. Ну, вот таким вот, скажем, образом. Опять-таки, вот здесь у меня, значит, Home раздел. Тут так. Вот Mate. Ну, Mate отмечен. X-Face отмечены. Mate PC Linux OS Mate. А здесь вот мы находимся, видите, слева стоит на X-Face. То есть, абсолютно, так сказать, нормальная программа. Но если она вам не нужна, всегда вон, раз, нажали удалить, удалили её из меню. Вот проблем никаких нет. Значит, ну что, аудио менеджер установлен. Хороший, проверенный аудио менеджер, редактор аудиофайлов. Значит, ну, редактор видеофайлов. Это, значит, можно там редактировать видеоролики, там и прочее. Всё настроено, всё работает, всё на русском языке. SM Player. Хороший, нормальный проигрыватель. Тоже, как видите, всё на русском языке. И имеется у него ещё и поисковик там самых разных роликов в сети. Там взяли, набрали, допустим, я не знаю. Амба. И вот пусть он там и ищет. Вот, Чуквили-то есть. Ну, гемя, гемя, гемя. Или вот, мама миа. Пожалуйста. Просит обновить код. Да ради бога. Понравилось вам это дело. Взяли, добавили, значит, папочку любимых, как говорится. И в следующий раз всегда сможете её, как говорится, воспроизвести. Переход на русский язык происходит по комбинации клавиш Alt-Shift. Он в правом углу верхнем клажок, но он в нём на русский. Ну, допустим, я группу свою ещё любимую поставлю Чижик. Ну, здесь у него... Ну, здесь у него... Ну, давайте сразу напишу я... Полонез. Вот я не люблю, когда во время проигрывания идёт вот такая вот штуковина. Я люблю смотреть, скажем так, концерты вживую. Ну, тут звуковое... Тут видео тоже ряд. Ну, давайте... А я хочу вот что-нибудь, именно что было с самим, как говорится, автором. Вот. Вот это я немножко добавлю. Взяли программу, закрыли. Через какое-то время вернулись. Вот, пожалуйста. Открыли. А у вас в закладочках уже сидит. И Чиж сидит. Ну, это заскочили, посмотрели Абу. То есть, вот, ну, за что я программу видеопроигрывателя Самплеера люблю? Ну, вот за то, что у неё есть ещё такая дополнительная возможность. То есть, броузер, который ищет ваши там любимые песенки, там, видеоролики и так далее. Очень, скажем так, удобная функция. Плюс, практически все видеоролики, которые я делаю, я обычно просматриваю на, значит, этой программе. Причём, делается это очень просто. Качество всегда легко там определить. Ну, вот для примера. Вот открываю я. Так, где у меня тут видео? Ну, вот видео. Вот посмотрите, я открываю любой видеоролик. Любой. И нажимаю вот кнопочку вот. И пошла информация. Разрешение экрана 1920 на 1080. Соотношение. Формат какой. Сколько кадров в секунду. То есть, вся, вся, вся самая необходимая информация у меня уже здесь, как говорится, даётся. И в каком формате, значит, сделан файлик, матроскофи. Вот таким вот вариантом. То есть, X-Face хорошая, рабочая, скажем так, лошадка, которая будет работать, значит, у вас, в принципе, ну, скажем так, и на старых компьютерах, на слабеньких, и на средних, ну, а на новых она вообще будет, как ракета летать. Вот. Хорошая, нормальная система для нетребовательных пользователей. Значит, что я имею в виду под нетребовательными пользователями? Ну, я никогда не пытался играть игры на X-Face. А если у вас там побродить по интернету, там, посмотреть видео, там, скачать какое-нибудь там видео, пообщаться там по скайпу, там, с друзьями, там, со знакомыми, ну, я думаю, что для вас это будет вполне. Имеется, значит, возможность установки дропбокса, значит, скайп, значит, можно это самое установить, все здесь уже к этому готово. То есть, ну, хорошая такая, нормальная, как говорится, рабочая среда, удобная для большинства пользователей. Я ее могу порекомендовать очень многим, ввиду своей, скажем так, простоты и незатейливости, и в то же время очень большой гибкости в настройках. Особенно я, так сказать, люблю, вот, панельки у X-Face, они практически, их там, хоть сто их можно тут сделать, по вашему выбору. Вот, и перетащить на них что угодно, любые программы, с которыми чаще всего работаете. Вот, никаких проблем я к этому не вижу. Еще, значит, про переключение раскладок я говорил, по alt-shift, значит, у меня установлен язык английский-английский, поэтому знак собачки, если вы пишете, там, письмо электронное, тут делается таким образом. В английской раскладке нажимается клавиша shift и русская буква E. И вот тогда мы получаем знак собачки. Вот практически и вся премудрость. Если сделать из себя английскую-американскую раскладку, там будет shift 2. Вот практически и все. А так, о сборке могу сказать, ну, скажем так, только добрые слова. Хороша. Настраивается хорошо, работает хорошо. Виртуальная коробочка работает хорошо. Образы на ней запускаются нормальные. Ну, скажем так, никаких у меня особых нареканий к этому рабочему столу от PC Linux не имеется. Все, что было заявлено, ставится, и ставится нормально, и работает надежно, как говорится, и хорошо. Поэтому наряду с мейтом я вам могу рекомендовать вот этот рабочий стол от PC Linux OS. И, значит, пожалуйста, скачивайте, устанавливайте себе там о знакомительных целях. Причем вот эти вот образы я бы ставил на флешку в Linux Mint, скачаные, просто в Nemo правой кнопкой мышки установить образ на загрузочную флешку или сделать образ загрузочным просто через редактор Nemo делал. И записывается на ура этот образ на флешку без каких-либо там особых проблем. Ну, ладно. Желаю вам всего доброго и до всяческих удач и до следующих встреч.